Я считаю, что для того, чтобы считать, нужно опираться на факты, графики, тенденции, сравнения. Так вот, если сравнивать то, что произошло, что имеем сейчас и что было там полтора-два года тому назад, я эпидемическую ситуацию оцениваю так, как оценивает официально Роспотребнадзор. Эпидемическая ситуация в рамках допустимых показателей. Эпид-пороги не превышен. И то, что мы имеем, это завершающаяся сезонная вспышка ОРВИ. Роспотребнадзор ни разу за это время не констатировал наличие эпидемической опасности. Здесь надо различать две вещи. То, что я это уже как-то на вашем канале озвучивал, состояние шизоидного психоза, когда человек думает одно, а говорит другое. Вот по данным Роспотребнадзора ситуация эпидемическая, не превышены пороги, а в то же время гонят вот эту страшную информацию о том, что продолжается коронавирус. Поэтому моя оценка как эпидемиолога – эпидемическая ситуация в рамках сезонных колебаний. А теперь насчет штамма нового. Вот, к сожалению, эпидемиология как наука сейчас не в почете. Поэтому в штабе даже нет ни одного эпидемиолога. А эпидемиолог бы сказал, что сутью вирусов и коронавирусов является мутирование. Чтобы ему выжить, он мутирует. И в частности, насколько мне известно, SARS-CoV-2 – это тот вирус, который сейчас является виновником всего. Он мутирует со скоростью 2 мутации в месяц. Поэтому это вот мы поймали там британский штамм, индийский штамм, потом будет читинский штамм, алматинский штамм. Их штаммов море. И, соответственно, появление очередного, которого мы схватили, одновременно можно еще десяток других поймать. Дальше, а почему мы следим, не следим за динамикой вирусов, палочек, коков? Они что, исчезли? Они вот, этот психоз сориентировал нас только на коронавирус, и мы совсем забыли про другие инфекции. Поэтому этот штамм – это естественное течение. Не волнуйтесь. Самое главное, он не представляет из себя той опасности, которая сопоставима, допустим, теми очень серьезными вспышками, которые были раньше. Чтобы говорить об осложнении только данного конкретного явления, нужно провести исследование. Какое? Вот взять все пневмонии – стрептококковую, стафилококковую, риновирусую, грипп А, грипп Б и одновременно коронавирус. И сопоставить у тех, что нет осложнений, там такие же осложнения. Поэтому то, что сейчас происходит с коронавирусом, он ничем по осложнениям не отличается от того, что дают дунги и другие инфекции. Мы забыли, что такое крупозная пневмония банальная. Она тяжелейшая, ничуть не слабее, чем то, что мы приписываем коронавирусу. И еще что. Вот эти осложнения мы проглядели, и на вашем канале мы сделали это открытие. Каждый год происходит три сезонных вспышки подъема заболеваемости. Это конец сентября-октябрь, конец декабря-январь и конец марта-апрель. Вот сейчас третья волна. И каждый год это бывает. Причем во время волны взлетают все инфекции. Раз. И второе. Падает резистентность и защитные возможности организма. Поэтому заболевания, вот эти волны, у неинфекционных заболеваний, у инфарктов, у инсультов, у общей смертности. Поэтому еще раз возвращаюсь в лоно научного анализа. Идет колебательный процесс, относящийся и к инфекциям они активируются, и к неинфекциям защитные силы организма падают. Поэтому будьте аккуратны, внимательны. Но сейчас ничем ситуация, в том числе и с осложнениями, не отличается от того, что было раньше. Я не прививался, мои друзья не прививались, мои родственники и знакомые не прививались. Почему? А для этого опять ответ эпидемиолога. Прививаться нужно против тех инфекций, которые опасны. А я вам только что перечислил, эта инфекция ничем не отличается от других. Более того, ее опасность нужно оценивать по смертности от пневмонии. Так вот, коронавирусные смерти от пневмонии составляют одну сотую процента среди всех остальных смертей. Стоит ли прививаться против той опасности, которая одна сотая? Дальше. Прививаться можно той вакциной, в отношении которой доказана ее эффективность и безопасность. Так вот, в отношении спутника ВИИ не доказана ни эффективность, ни безопасность. И вот если вам жизнь дорога, поступайте так, как поступаю я, мои друзья и знакомые. Редактор субтитров А.Семкин